Спасибо. Еще раз всем добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, как редактировать геномы, как уже сказали. И начнем мы с немножко, может быть, устаревшей части новости из ноября прошлого года. Собственно, в конце ноября прошлого года на весь биологический, не только биологический, наверное, мир, прогремела новость. Вот этот господин по имени Хе Цзин Гуй достаточно необычным для ученого образом через YouTube-канал сообщил нам очень интересную вещь о том, что впервые в мире родились дети с отредактированным геномом. Но отредактировал, соответственно, их он. По его словам, сделал он следующее. На стадии зиготы, на стадии одной клетки, с помощью метода CRISPR-Cas он внес изменения в ДНК будущих детей. И когда, собственно, они родились, и в дальнейшем и в жизни, они будут устойчивы к ВИЧ. То есть они никогда не смогут им заразиться. По этому поводу, конечно, было очень много бурлений, причем как, опять-таки, в биологических кругах, так и во всех остальных. То есть общественность, конечно же, в ужасе, куда же мы катимся, что происходит. Там чуть ли не просто пришествие Антихриста, там очень неостроумные комментарии о том, что человек там замахнулся отредактировать Бога и так далее, и так далее. Биологи, на самом деле, тоже как-то достаточно эмоционально к этому отнеслись, ну что понятно. Хотя тут эмоции был, в общем-то, целый спектр. С одной стороны, конечно, в душе все немножко радуются, потому что, ну, понятно, что это за этим наше будущее, и мы, ну, рано или поздно мы все равно к этому придем. Поэтому какая-то вот такая радость, что вот этот шаг сделан, этот этический барьер просто выломан с ноги, и вот оно будущее. И мы, наконец-то, сможем редактировать все подряд или избавиться, не знаю, от генетических болезней всех разом, ну, когда-нибудь, по крайней мере. Но, с другой стороны, некоторая беспокоенность тоже присутствует, потому что люди, понимающие, что сделал, понимают, что метод, конечно, на картинке выглядит как волшебная такая таблетка, но в реальности это не совсем так, и свои проблемы у него есть. И поэтому есть некоторое беспокойство, а вдруг что-то пошло не так, и у этих детей будут какие-то проблемы. И, наконец, главный вопрос, который задают биологи, это почему он выбрал именно этот ген. Вот. И мы с вами постараемся разобраться, что же произошло вообще в ноябре прошлого года в лаборатории этого господина, почему биологи думают именно так, и что с этим всем делать. Вот. И начнем мы разбираться с самого начала, с чем он работал. Он работал с ДНК, поэтому мы тоже начнем с ДНК. У нас с вами есть хромосомы. У нас их 46 штук. Многие любят шутить на эту тему, на тему их количества. Вот. Это фактически два комплекта по 23, один от папы, другой от мамы. И это наша с вами генетическая информация. Потому что каждая хромосома, в первую очередь, содержит в себе молекулу ДНК, которую рисуют обычно примерно так, такой двойной спиралью. Вот. Это наш с вами носитель всей нашей генетической информации. Каким образом он устроен, этот носитель? Это, собственно, позволяет ему кодировать информацию. Это последовательность, очень длинная цепочка из неких блоков, которых здесь видим четыре вида. Они называются нуклеотиды, обозначены буквами АТГЦ. И именно последовательность этих букв, она и кодирует фактически информацию. Но это, в принципе, не так мало. У нас есть двоичный код, которым мы прекрасно пользуемся и кодируем информацию. Здесь, можно сказать, код четверичный. В принципе, тоже сойдет. И, как было видно на прошлой картинке, эта молекула представляет собой две цепи. И действительно есть вторая. И она работает как резервная копия. Потому что, имея только одну цепь, мы можем восстановить вторую. Это возможно потому, что существует так называемое правило комплементарности, согласно которому напротив А всегда будет Т, а напротив Г всегда будет С. Поэтому, если мы знаем одну цепь и ее последовательность, мы всегда можем восстановить вторую. И наши с вами клетки тоже могут это делать. И делают это регулярно, когда делятся и копируют ДНК. Теперь путь от ДНК непосредственно к признаку, каким образом наша генетическая информация переходит в то, как мы выглядим, двигаемся, устроены вообще в принципе ДНК, с которой в первую очередь снимается просто временная копия в виде очень похожей молекулы РНК. Она, в принципе, устроена плюс-минус так же. Она в данном случае одноцепочечная. И я обычно вообще опускаю этот пункт, но решила, что, наверное, стоит сказать, все-таки как некая главная молекула жизни. А дальше уже вот эта последовательность... Ну, как сказать, нет? Ну ладно. В общем, последовательность вот этих букв преобразовывается уже в последовательность аминокислот белка и считывается в белок. А белки — это у нас то, фактически, из чего мы состоим, то, почему в нас происходят все процессы. Там, не знаю, мы двигаемся, едим. Практически все, что происходит у нас в организме, осуществляется белками. Алгоритм, по которому последовательность нуклеодидов ДНК переводится в белковую последовательность аминокислот, давно известен и расшифрован. Он называется генетический код. Обычно он такой вот табличкой перед вами. Ну и достаточно логично, что если мы внесем изменения в какой-то участок ДНК, ну, по крайней мере, в какой-то значимый участок ДНК, то это повлияет на то, какой у нас будет белок, а значит, это повлияет на то, каким будет весь организм. Ну, если мы, конечно, сможем это узнать и как-то задетектировать. Теперь перейдем к следующему пункту, с которым нам надо разобраться, к бактериям. Почему бактерии? Потому что фактически именно им мы обязаны существованию, в принципе, всей генной инженерии. И отчасти потому, что они, как и мы с вами, тоже болеют вирусами. Их называют бактериофаги или обычно просто фаги. И, конечно же, у них и у бактерий есть масса способов взаимной борьбы и противостояния. Но, во-первых, что делают с бактериями фаги? Они запихивают в бактерию свою ДНК и, пользуясь ресурсами собой бактериальной клетки, делают очень много своих копий, что обычно приводит к крайне печальным последствиям для бактериальной клетки. Келетка обычно лопается и умирает. Но бактерии, конечно же, не безоружны против фагов и всего прочего. И их защита, на самом деле, удивительно аналогична нашей защите против тех же вирусов и, кстати, бактерий. А у нас с вами есть иммунитет. И иммунитет этот можно поделить на врожденный и адаптивный. С работой адаптивного иммунитета вы наверняка сталкивались и не раз, когда болели гриппом. Потому что грипп укладывает вас в постель на неделю. И в течение этой недели ваш адаптивный иммунитет затачивается под конкретный вирус гриппа, который вас заразил, и готовится его уничтожить. И, в принципе, рано или поздно он с этим справляется. Таким образом, он долго готовится, но он специфичен к вашей конкретной угрозе. И в следующий сезон, когда штамм вируса гриппа будет другой, вам это уже не поможет. Но зато тем же самым вы больше не заболеете. Что же касается врожденного иммунитета, то если он у вас хорошо работает, вы никогда не узнаете, против чего же он работает. То есть, скажем, я думаю, мало кто из вас сталкивался с инфекцией синегнойной палочки, если только у вас не было какой-то серьезной проблемы с иммунитетом. А приводит она к очень мерзким штукам. Кто хочет, может закрыть глаза. Да, любопытные могут насладиться картинкой, но не очень долго. Поэтому, да, можно глаза открывать. У бактерий система, вот именно, если делить иммунитет на врожденный и адаптивный, то у них это будет очень похоже. У них есть аналог врожденного иммунитета, который нам знаком очень давно. Он называется система рестрикции модификации. Работает примерно так. Это, опять условно, бактерия. Синяя – это ее собственная ДНК в таком упрощенном виде. И вот в нее попадает некая ДНК чужеродная. Это может быть и вирус, это может быть необязательно вирус. В принципе, любая чужеродная ДНК, которая попала в бактерию, она, скорее всего, это то, что ей не очень нужно. Что будет? У бактерии есть специальные белки, они называются рестриктазы, которые просто нарежут эту ДНК на мелкие кусочки, от нее фактически ничего не останется осмысленного. То есть новые вирусные частицы собраться не смогут, и вирус будет побежден. Вникает вопрос, каким образом можно отличить свою ДНК от чужой ДНК и не порезать случайно свою собственную. К сожалению, они не раскрашены в разные цвета для бактерий. Они не могут этим воспользоваться, как мы сейчас. Но в самой структуре есть некоторые нюансы, потому что бактерия способна свою собственную ДНК вот такими небольшими модификациями как бы изменить, и ее ферменты и рестрикции это смогут увидеть. И они не способны разрезать такую ДНК, они способны разрезать вот только вот такую голенькую. Это, собственно, рестриктазы. Это, наверное, основной инструмент генной инженерии, что он позволяет сделать? Он позволяет разрезать одну ДНК и запихнуть туда какой-то свой кусок и собрать какую-то собственную генетическую конструкцию. Что, на мой взгляд, вообще довольно цинично. Для того, чтобы соединить вот эти вот концы одного куска ДНК и второго, используется фермент, позаимствованный как раз-таки у фага. То есть рестриктазы, которые направлены против фагов, и фермент самых фагов, и вот мы это все собираем в одну систему, очень так жестоко. И вот такие конструкции мы можем там дальше запихнуть в какое-нибудь растение, в какое-нибудь животное, получить их ГМО, страх, ужас. За эту прекрасную гениальную вещь в 1978 году была вручена Нобелевская премия по физиологии или медицине. Так что, да, действительно потрясающе важная вещь, и она до сих пор остается потрясающе важной. Это вот пример каталога рестриктаз, потому что их очень много, и они коммерчески получаются, выделяются из разных бактерий, продаются, то есть их можно пойти купить нужную. Дело в том, что их очень много разных, и каждая специфична к какому-то конкретному участку ДНК, к какой-то конкретной последовательности. И, соответственно, в зависимости от того, что конкретно вам надо порезать, вы выбираете, покупаете и режете. И вот, да, то есть все ГМО, даже светящиеся котики, это вот все не обходится без использования рестриктаз и сборки таких конструкций. Ну, а что касается аналога адаптивного иммунитета, то это как раз наш CRISPR. И это уже открыто совсем недавно, и было довольно неожиданно, что у бактерий, в принципе, есть какой-то аналог адаптивного иммунитета. Как же это может в случае бактерий работать? Вот у нас все та же чужая ДНК, которая попала в клетку. На самом деле она тоже нарезается на некоторые кусочки, но с этими кусочками дальше происходит интересное. Они никуда не выкидываются, а вставляются в собственную ДНК бактерий. Вставляются не абы куда. У бактерий есть специальный участок ДНК для таких дел. Он называется CRISPR-кассета. И вот здесь они названы спейсеры. Это такое историческое название на самом деле. Это как раз те кусочки фагов. Они разделены между собой повторяющимися последовательностями, то есть они сами по себе одинаковые, и упакованы таким образом в ДНК бактерий. Тут же рядом есть гены КАЗ-белков. КАЗ-белки, они фактически аналогичны рестриктазам, то есть они те, кто будет осуществлять вот эту функцию иммунитета. После того, как кусочки фаговые ДНК сохранились, вот так вот ДНК бактерий, что происходит? Ну, собираются, во-первых, КАЗ-белки по генам КАЗ-белков, и, во-вторых, вот отсюда делается РНК. Но она обычно получается такая длинная, прям со всей CRISPR-кассеты, а потом просто нарезается на кусочки. Вот один такой кусочек, он соответствует одному кусочку фага. Он объединяется в комплекс с КАЗ-белком, и вот эта штука уже готова работать. Когда фаговая ДНК снова появляется в клетке, вот эта штука на нее садится и начинает по ней ехать, до тех пор, пока она не доезжает до того самого участка, откуда вот этот кусочек был вырезан когда-то. Если вы еще не успели забыть про правила комплементарности, то здесь работает именно оно. То есть вот эта РНК находит комплементарный себе кусочек, и таким образом она распознается. Соответственно, когда он туда доехал, КАЗ-белок делает кусь, и у нас ДНК фага снова покрошилась в такие мелкие кусочки. Там, соответственно, после этого ее еще потом дорежут, но главное начать. Что такое вот эта красная штука? Ну, тут представьте, что вот эта ДНК – это не ДНК фага, а вот та самая CRISPR-кассета, которую мы видели раньше. Это значит, что в CRISPR-кассете точно так же можно найти комплементарный вот этот РНК кусочек и тоже решить, что ее надо разрезать, но это собственная ДНК своя, которую резать не надо. Тут вот такой хитрый способ. Дело в том, что вот эта последовательность, она называется PAM. Это достаточно, это ничего сложного, но это буквально три нуклеотида, которые достаточно постоянные для каждой бактерии. Они специально вот этот кусок, который они сохраняют себе, выбирают поблизости от этого PAM. Но при этом сам PAM не сохраняется. Таким образом, если бы это была CRISPR-кассета, его бы здесь не было. Такой вот способ отличить свое от чужого. В случае рестриктаса он был другой, он был за счет модификации ДНК. Здесь вот почему-то именно так. Хотя есть еще другие варианты, которые не требуют участия PAM, но это тоже довольно интересно. Еще раз то же самое на картинке, которая чуть более сложная, но зато сразу все вместе. То, что попадает ДНК, режется на кусочки, и вставляется в CRISPR-кассету. Потом ДНК снова попадает, но в этот момент уже готова вот эта РНК с CRISPR-кассетой, разрезается на куски, объединяется с КАС-белками, и они режут все на мелкие кусочки. Здесь вот еще раз обращается внимание на PAM. Ну да, четыре буквы. Ну не суть важно, что именно. История открытия вот этого всего на самом деле совершенно потрясающая. Она началась в 1987 году со статьи, которая никак не относится ни к иммунитету бактерий, вообще ни к чему не относится, просто люди изучали какой-то ген кишечной палочки, они прочитали его последовательность, и в конце статьи заметили, что мы тут рядом с нашим геном нашли какую-то странную штуку, мы вообще не понимаем, что это, мы первый раз это видим, никто раньше этого не видел. И это последовательность такого вида, то есть это какие-то повторы, которые разделены уникальными последовательностями. Ну, соответственно, они у меня разноцветные, а беленькие – это вот повторы. То есть увидели они буквально вот это, они увидели пять таких последовательностей, разделенных повторами. Фантазировали немножко, зачем это может быть, наверное, там это что-то регулирует, что-то очень важное, я не знаю, там активность генов, черт и что. Но это все было исключительно на уровне каких-то фантазий. И так продолжалось, на самом деле, очень долго. К 2002 году как-то созрело название для этого дела, функция все еще не созрела, созрело только название. Вот так оно расшифровывается, CRISPR, примерно так это можно перевести. Ну и были альтернативные названия, которые, к сожалению, почему-то не прижились, хотя, по-моему, они тоже были неплохие. И только к 2007 году появилось какое-то понимание, зачем это вообще нужно, что это такое. Появилось довольно интересно. Обнаружили это на вот этих товарищах Streptococcus thermophilus, которые используются для получения молочных продуктов, и вот сыра в том числе. С ними была некоторая проблема. То, что они заражались фагами, болели, умирали, и, соответственно, сыр не производился. И понятно, что много у кого был интерес, чтобы сыр все-таки производился, и все было в порядке. Поэтому было очень интересно узнать, что же мешает этим Streptococcus жить, и как бы сделать так, чтобы они не умирали. Но, как это всегда бывает, среди них нашлись те, которые устойчивые, те, которые не болеют и не умирают, а другие болели и умирали. И когда их сравнили, когда прочитали полностью их ДНК и сравнили между собой, выяснилась интересная штука. Их CRISPR-кассеты, те самые, которые отличались, ровно на один повтор. То есть у тех, которые были устойчивы к заражению фагами, которые не болели, у них было на один повтор больше. И удивительно, но этот самый повтор был невероятно похож на последовательность ДНК, фагов, которыми они болели. Но и тут, в принципе, все стало на свои места. То есть это, ну, как бы тогда гипотеза этой функции уже просто напрашивалась, и достаточно быстро в том, как это работает, разобрались. И к 2013 году придумали такие, как это можно использовать. То есть придумали, наверное, несколько раньше, но в 2013 году появились уже первые работы, где это было применено для генной инженерии. В чем, собственно, прикол, почему это так интересно применить? Потому что фактически это те же самые рестриктазы, это возможность разрезать ДНК, но разрезать ее в произвольном месте. Мы можем вот эту вот РНК, которая, по идее, должна быть РНК-фага, мы можем ее сделать свою собственную и нацелить ее куда угодно, ну, почти близко к этому. И что же мы можем сделать? Можем сделать двуцепоечный разрыв ДНК. Ну, то есть взяли, разрезали. Что это нам, в принципе, может дать? Ну, просто так, в принципе, резать ДНК не очень интересно. Дело в том, что в наших с вами клетках двуцепоечный разрыв ДНК – это очень плохо. Если с ним ничего не делать, то такая клетка поймет, что все, ей надо умирать, потому что это совсем безобразие, она не может с этим жить. Но, разумеется, у нее есть достаточно много, на самом деле, вариантов, как решить проблему двуцепоечного разрыва. Таких основных вариантов, которые нас интересуют, но их два. Первый вариант – это сделать тяп-ляп. То есть очень быстро как-то их соединить, как-нибудь слепить и сойдет. Так получается, что этот механизм, он действительно быстрый, эффективный, классный, хороший, но он очень неточный. И в процессе этого соединения может как поделяться какой-то участок на этом стыке, так и случайно добавится туда несколько букв. Соответственно, это потеряли, это если что-то добавилось условно. И есть второй вариант, для которого требуется какой-то образец, здесь назван ДНК-донор, в котором написано как надо. И тогда, если такой образец есть, то может быть восстановлена последовательность ДНК, сравнивая его с этим донором. Соответственно, донор не обязательно должен быть идентичен тому, что было раньше, до этого двуцепочного разрыва. В нем могут быть небольшие изменения. А это значит, что если он в остальном будет подходить, то вот этот двуцепочный разрыв в целом залечится как надо, но при этом в него может быть внесено небольшое изменение, буквально одну букву на другую заменить. Это можно сделать, и это делают. Вариант Тяп-Ляп называется негомологичное соединение концов, а вариант аккуратный по уму называется гомологичная рекомбинация. Но это на самом деле не так важно, но возвращаться нам к ним немножко придется. Итого, для того, чтобы что-то отредактировать, нам нужен непосредственно CAS-белок, направляющий РНК, вот та самая, которая обычно фаговая в исходном виде. Мы можем сделать ее сами и направить, куда нам нужно. И опционально нам нужен ДНК-донор, если мы хотим заменить что-то на что-то, а не просто сломать. Надо сказать, что если в ДНК просто вставить случайно какие-то нуклеотиды или опять-таки просто случайно вырезать какой-то кусок, то с почти стопроцентной вероятностью тот ген, где мы это сделали, сломается, и просто ничего осмысленного он производить больше не будет. И, в общем, с этим набором мы способны менять какие-то наши признаки и характеристики. Возникает вопрос, какую изначальную природную систему стоит выбрать. Потому что, в принципе, CRISPR-Cas системы достаточно распространены. Долгое время считалось, что эта система существует у примерно половины бактерий и практически у всех архей. Наверное, стоит пояснить, кто такие археи. В общем, это почти как бактерии, но они почти как бактерии, а мы с ними не сталкиваемся, потому что мы ими не болеем. То есть это ребята, которые зачастую живут там в каких-нибудь горячих источниках, и мы просто мало с ними контактируем, поэтому обычно о них не слышим. Но это не суть важна для конкретной этой истории. Собственно, почему мне показалось, что это интересно, потому что вот о таком раскладе мы думали, когда мы изучали исключительно культивируемые виды. То есть это те, которые можно просто насыпать на чашку Петри, создать им приятные условия, они вырастут, и мы можем посмотреть на них глазами. Дело в том, что таких бактерий археи на самом деле не так уж и много. А большинство, как оказалось, мы культивировать не можем, мы можем только читать их геномы, не видя их самих. И вот когда эти геномы прочитали, выяснили, что CRISPR на самом деле распространен среди них не так уж и широко, это по 10% и у тех, и у других. Но надо сказать, это все равно довольно много. Если же мы говорим о разнообразии CRISPR-каз-систем, то оно просто чудовищное. Эта картинка, мне приходилось в ней разбираться, поэтому у меня она вызывает ужас. Вам в ней разбираться не надо, поэтому это так чисто пощекотать нервы разве что. Из нее можно вынести то, что, да, во-первых, разнообразие чудовищное. Речь идет о том, какие именно каз-белки у них есть, в каком порядке расположены эти гены, где находится CRISPR-кассета и так далее, как она устроена. Из этого можно вынести, что они делятся принципиально на два класса. И это важно вот почему. Потому что на еще более, нет, наверное, менее ужасающей картинке, но все равно ужасающей, можно увидеть, что для представителей класса 1, это вот кучка слева и кучка справа характерны, совершенно гигантские белковые комплексы с огромным количеством белков, которые, вот, они все нужны просто для того, чтобы разрезать ДНК. В то же время существует класс 2, который обходится всего одним белком для той же самой цели. Но, в общем-то, выбор очевиден, что один белок – это намного удобнее, чем там 13, и один ген, с ним как-то тоже работать проще, чем с 13. Поэтому выбор пал на представителя класса 2 типа 2, где у нас есть один белок, называется он КАС-9. Для его функционирования ему, собственно, нужна направляющая РНК, называется Криспор РНК в природном варианте, не суть важна. И, на самом деле, что интересно, ей нужна еще одна фиговина. Это тоже РНК, называется тракер РНК. Она, по-видимому, нужна, не знаю, может быть, для какой-то структурной функции. Но, в общем, эта штука, она не нужна для распознавания цели, но без нее просто все не работает. Ну вот так надо, так сложилось эволюционно, что она тут нужна. В этом, на самом деле, не оказалось ничего ужасного. Практически первое, что сделали с этой системой, когда начали использовать для каких-то целей, это просто соединили вот эти две РНК в одну. Это никак не повлияло на их функциональность, они прекрасно так работают. И назвали это сингл-гайд РНК, то есть одиночная направляющая РНК, если так сказать. И вот у этих ребят, у стрептококус-пиогенос была позаимствована та система, с которой мы работаем, и была в дальнейшем модифицирована. Теперь немножко примеров, с чего начиналась работа с Криспрукасс и какие были первые работы по геномному редактированию. Это 2013 год. Это работа на нематодах Ценарабдити с Элеганс. Это просто один из любимых модельных объектов биологов, потому что маленький червячок, сколько у него клеток, все точно посчитано, что как работает, мы знаем. И ему просто сломали один из генов, и из нормального червячка он стал таким коротеньким и толстеньким. Очень хорошо визуально заметно, сразу понятно, что мы что-то сломали. Эта мутация была раньше описана. Мы ее искусственно получили, ура, мы магио. Собственно, смысл работы исключительно в этом. Аналогичная работа в том же году на рыбках Данио Реррио. Это на обеих картинках, это сердце, это нормальное сердце, это сделали какую-то мутацию, у него выросли какие-то еще странные штуки. Тоже известная раньше мутация. То есть мы смогли сломать, ура, биологи очень радуются, когда они сумели что-то сломать. На человеческих культурах клеток тоже было что-то подобное, то есть там тоже пробовали, что да, работает. Но просто на них не так хорошо визуально видно, что что-то сломали. Еще годом позже была уже более интересная работа на мышках. К ней, к сожалению, не было фотографий мышек, поэтому схематично. Это была мышиная модель болезни, но там была мутация, которая нарушает функцию печени. Мышкам этим было очень плохо, и они очень теряли в весе, который с этой мутацией. И вот этой группе ученых удалось эту мутацию исправить. То есть буквально заменить одну букву на другую, без всякого там, выкинули половину гена, вот без этого, отредактировать эту мутацию, и мыши выздоровели, набрали вес, и у них все было хорошо. Пока их не вскрыли, наверное. И тем не менее у всего вот этого есть определенные проблемы. Мы поговорим о том, какие эти проблемы и каким образом их решить. Проблема первая, проблема, наверное, одна из основных, это так называемый off-target эффект. В чем дело? Если это наша целевая ДНК, вот в ней, допустим, есть тот участок, в котором мы хотим что-то отредактировать. Именно на него мы нацеливаем нашу направляющую ДНК, все хорошо казалось бы. Дело в том, что на ней можно найти еще несколько участков, которые пусть и не идентично повторяют нужные нам, но в достаточной степени на них похожи. И получается, что наша CAS 9 нацелится и на них тоже, хотя мы этого не хотели. Вместо того, чтобы порезать ДНК один раз там, где нужно, порежется в нескольких местах, это вот так называемые off-target. Это будет уже не очень хорошо, там могут возникнуть свои какие-то мутации, может произойти все, что угодно. Это неприятно. И вторая проблема — это соотношение вот этих двух путей, которые не гомологичного соединения концов, которые кривое и косое, и гомологичные рекомбинации. Если мы хотим просто сломать какой-то ген, мы часто это хотим, особенно если делаем какой-то модельный объект, на котором надо посмотреть, что будет, если вот это сломать, то нас вполне устроит негомологичное соединение концов. Это вот прям идеальный способ что-то поломать, то, что надо. Но если мы хотим сделать что-то осмысленное, заменить одну букву на другую, исправить мутацию, то нам подойдет только этот способ. Проблема в том, что из этих способов один куда более часто встречается, прям существенно часто встречается, угадайте какой. Тяпля всегда сделать проще. Я не могу сейчас назвать точных цифр, потому что это очень зависит от того, какой объект, как именно делали и все такое, но поверьте моему горькому опыту, он действительно встречается намного чаще, чем гомологичная рекомбинация. Увы. Эти проблемы нужно как-то решать, если мы хотим уехать куда-то дальше, чем просто сломать гем. И есть неплохое решение, которое, в принципе, помогает отчасти с тем и с другим. Это взять нашу КАЗ-9 со всеми ее примочками и сломать ей ту часть, которая разрезает одну из цепей ДНК. То есть у нее есть две части. Одна разрезает одну цепь ДНК, вторая – вторую. Получается двуцепоечный разрыв. Мы можем сломать одну из них, чтобы она резала только одну цепь. Дальше берем ДНК, сажаем такую штуку на ДНК и сажаем вторую рядом. То есть нам надо подобрать направляющие РНК, которые сели бы рядом друг с другом. И получится, что они сделают два однозепочечных разрыва на некотором расстоянии друг от друга. Такие модифицированные КАЗ-9 называются неказы и достаточно популярны. Суть в чем? Вот эти два фактически одноцепоечных разрыва – это несколько меньшая беда для клетки. И здесь получается чуть большая вероятность того, что произойдет именно гомологичная рекомбинация, то есть все сделают аккуратно. Но, пожалуй, даже основной плюс здесь в том, что вероятность того, что одна вот эта РНК найдет себе несколько целей по всему геному, она есть. Но вероятность того, что рядом с ней найдет свою цель еще и вот эта, она уже намного меньше. И, соответственно, мы фактически избавляемся от проблемы офф-таргета. И у нас будет разрез только там, где нам нужно. Это вот прям совсем приятно. Есть еще другие довольно любопытные решения. Я не стала приводить все. Приведу, пожалуй, одно очень нелогичное и смешное. Здесь суть в том, что направляющие РНК сделали короче, чем она должна быть. И это внезапно повысило специфичность, то есть уменьшило количество офф-таргетов. Вообще ни разу не логично. И на самом деле никто не думал, что так будет. Изначально для того, чтобы повысить специфичность, решили сделать эту направляющую РНК, наоборот, длиннее. Сделали, все стало еще хуже. Как бы почесали репу, непонятно, что происходит. Но решили, что раз так стало хуже, давайте сделаем короче, а может быть станет лучше. Стало лучше. Ну, как бы классно. Давайте так делать. Почему? Ну, вот потому что. И есть еще один вариант, что можно сделать в CAS 9. Но это не совсем к решению проблем. Это скорее к тому, что ее можно применять не только для того, чтобы резать ДНК. Собственно, да, можно просто взять и избавиться от обоих доменов, которые режет ДНК, чтобы она, в принципе, не могла этого делать. То есть все, что она может делать, это нацелиться на нужное место и сесть там. Зачем это может быть нужно? Ну, например, мы можем… Да, это называется DAT-CAS 9, то есть мертвая. Нужно это потому, что мы можем к ней прицепить еще какие-нибудь белки, которые будут, например, как-то влиять на активность того гена, куда она села. Не знаю, усиливать ее в работу или, наоборот, подавлять. Или какой-нибудь флуоресцентный белок, который будет радостно светиться и показывать, где он находится. Тоже может быть интересно. И все в таком духе. И куда же это все идет? Насколько далеко мы зашли? И что уже успели сделать на людях, раз уж мы с них начали? Ну, вообще, работы на людях, на каких-то человеческих моделях уже идут. Это 2017 год, это недавно. И это работа на эмбрионах человека. Они и дальше эмбрионов не пошли, то есть тут, в принципе, особо никто не ругался. И здесь это тоже было достаточно сложно. То есть это было… Здесь нужна была гомологичная рекомбинация. Там использовали замену с помощью донорной ДНК. Это делалось на стадии зиготы. И вот на чуть более поздней стадии смотрели эмбрионы. Там были какие-то, с которыми совсем ничего не получилось. Была какая-то каша из нетронутых и исправленных клеток. Но были и те, которые были полностью, и главное, корректно исправлены. То есть в принципе можно сказать, что получилось и получилось неплохо. Если говорить о каком-то медицинском применении, то пока что это обычно по какой-то такой схеме представляют. То есть человек, у которого есть генетическое заболевание, которому желательно что-то редактировать, у него забирают клетки, и дальше либо эти клетки редактируют и потом заливают им обратно, если с этим типом клеток так можно сделать. Или если нельзя, клетки достают, получают из них сначала что-то вроде стволовых, их редактируют, потом дифференцируют в какой-то тип клеток, который ему нужен, и заливают обратно. Но это пока что такая условная схема. Мне удалось найти первое клиническое испытание методики, которая будет работать по такой схеме. Это будет достали клетки, отредактировали и залили обратно. Оно, как написано, началось 14 сентября 2018 года, не так давно, пока никаких данных о том, как оно идет, найти не удается. Здесь они предполагают лечить бета-толосемию. Соответственно, доставать клетки предшественники клеток крови, как-то их редактировать, заливать обратно и надеяться, что все будет хорошо. Но, в общем, насколько действительно все плохо и страшно, как бы вот уже есть какие-то работы на людях, клинические испытания, ГМО, люди, мутации, страшно, ужасно. Куда мы катимся, что происходит? В общем, ничего страшного не происходит. Нет, мы не заигрались. Дело в том, что мы не делаем ничего такого особенного, чего уже не случалось бы. То есть, в принципе, мутации – это нормальный процесс. У нас случаются мутации, случаются даже полезные. Например, так люди научились усваивать лактозу. Случаются не очень полезные, случаются нейтральные. Но так или иначе, это естественный процесс. Примерно 40 новых мутаций у нас получает каждое следующее поколение от предыдущего. И эти мутации, они абсолютно случайные. То есть, там может случиться, на самом деле, какая-то невероятная гадость. При том, что, когда мы редактируем геном направленно, мы все-таки стараемся сделать что-то хорошее и полезное. По крайней мере, не навредить. Другой вопрос – насколько это получается. Но вряд ли получится что-то хуже того, что может возникать само собой. И теперь все-таки вернемся к работе нашего китайца и разберем, что биологам нравилось и не нравилось в работе. Во-первых, что конкретно он сделал. У нас на иммунных клетках есть такая молекула под названием CCR5. Это рецептор, с которым взаимодействует вирус иммунодефицита человека и таким образом проникает в клетку. Соответственно, известна и описана мутация, которая просто ломает ген этого рецептора, и в итоге на клетках его просто нет. А значит, вирус никак не может с ней произвемодействовать и не может ее заразить. Люди с такой мутацией есть, у них, в принципе, все в жизни хорошо. И плюс к этому они еще не могут заразиться ВИЧ. И, собственно, наш китаец ровно это и сделал. То есть он просто сломал ген этого рецептора, чтобы в результате такой человек не мог заразиться ВИЧ. И, собственно, вопрос, почему этот ген, на него, наверное, теперь уже не так сложно ответить. Поскольку, чтобы внести это изменение, ген надо было все у нас все сломать. Это значит, что не надо было заморачиваться с гомологичной рекомбинацией и так далее. То есть это была достаточно простая модель. А кроме того, для нее еще не надо было искать специальных больных людей. Можно было взять практически любых желающих. И вот, видимо, желающие нашлись. Надо заметить, что рецептор CR5 вообще не очень понятно, для чего нужен. И, судя по всему, без него только лучше. Недавно, вот в 2016 году выходила статья, где были какие-то данные насчет того, что его отсутствие улучшает когнитивные способности. И совсем недавно была статья о том, что, опять-таки, сломанный CR5 это очень здорово, если у вас инсульт, вы быстрее восстановитесь. В общем, пока что одни плюсы. И к тому же еще и вишни получится заразиться. Просто красота со всех сторон. В принципе, скорее всего, у этих детей особых проблем в жизни быть не должно, если, конечно, все прошло хорошо. Ну, что касается, что могло пойти не так, в основном тут было беспокойство из-за офф-таргет эффектов. То есть, возможно, там что-то порезалось у них где-то еще, случились какие-то неприятные мутации и так далее. Но, как и сам Хедзин Куй сообщал, что офф-таргетов нет, так, насколько я поняла, кто-то их проверял, этих девочек, которые родились, и действительно у них все хорошо, офф-таргет эффектов не было. То есть, по какому поводу еще можно беспокоиться, не очень понятно, хотя, ну да, все равно тревожно, все-таки первый раз на живых людях. Ну и, да, это, конечно, очень приятно, что, в принципе, мы такое уже можем делать. И я надеюсь, что вот эта выбитая с ноги этическая преграда, она все-таки не возведется с новой силой и не отбросит это все еще на несколько десятков лет. Потому что, конечно, это все назревает. Может быть, не так вот сходу и не так вот никого не спросив, но, тем не менее, все равно у нас масса генетических заболеваний, и, наверное, мы все хотели бы, чтобы у нас их больше не было, чтобы их можно было не просто вылечить, а просто они перестанут от этого быть генетическими, мы перестанем их передавать своим потомкам. Достаточно будет вылечить кого-то одного и все. Ну, и для его потомков вопрос будет решен. По-моему, это здорово. Я надеюсь, что вот этой истории мы скорее приблизились, чем отдалились от этого прекрасного будущего. По этой ссылке можно увидеть достаточно обширный список литературы по Крис-Прокас, ссылку на YouTube-канал этого прекрасного китайского господина и немножко ссылок по поводу СССР-5. Мои контакты, если кто-то захочет пообщаться, спросить что-то подробнее потом. На этом все. Спасибо. Спасибо, Аня. Это была не очень длинная лекция Анны Урум. А теперь дальше вопросы. Есть у кого? Поднимайте руки и держите. Спасибо за лекцию. Вот у меня вопрос по первым слайдам. Там по поводу археи и бактерий. Получается, что у культивируемых бактерий, не культивируемых какая-то такая существенная разница по представленности Крисперов. Получается, с чем это связано может быть? Не знаю, с чем это может быть связано. Скорее, с неадекватностью выборки. Есть общее множество бактерий архей. Из этого множества мы раньше изучали какую-то небольшую часть и вряд ли это была какая-то случайная часть тех, которые мы можем культивировать. Они адаптированы к определенным условиям, которые мы умеем создавать. В принципе, это выборка не случайная. Это значит, что у них действительно могут быть какие-то особенности. Я не знаю, может, они в горячих источниках меньше сталкиваются с фагами, но кто знает. Мне кажется, это просто интересно. Действительно, что по идее, чем больше бактерий, разница не должна меняться, если выборка просто отражает общую суть. А тут получается, что она другая. Это выборка не отражает, но это логично, в принципе. То есть, это выборка тех бактерий, которые мы умеем содержать. Это не очень. То есть, у нас есть, не знаю, какая-то группа животных, которые мы одомашнили. Это как-то адекватно отражает многообразие млекопитающих и птиц? По-моему, не очень. Мне нравится идея, что, может быть, они как-то меньше сталкиваются с какими-то… Ну, это такая идея просто наугад. Там на 120 градусов как-то похуже. Понятно. Спасибо. Дуква. Спасибо большое за интересную лекцию. И у меня возникло два вопроса. Вопрос номер один. А вот у нас в стране, чисто у нас, насколько у нас все хорошо с генной инженерией или все плохо? И вопрос номер два. Действительно ли морально-этический барьер так сильно мешает? Потому что, я помню, Лекцию Панчину он говорил об этом. И вот здесь идет разговор. Хоть есть примерные какие-то временные рамки, когда этот морально-этический барьер будет сломлен? Или должна будет произойти какая-нибудь революция? Именно что революция? Резкий перелом, чтобы все сказали, ну да, науке можно. Это была почти она. Но по поводу насколько все хорошо или плохо в России, вы точно хотите ответ на этот вопрос? Ну, скажем так, у нас есть буквально какое-то считанное количество биологических лабораторий, в которых происходит что-то интересное. Конкретно в моей лаборатории, я надеюсь, я хочу верить в то, что происходит что-то интересное. Но в целом картина довольно печальная. Как-то редактировать геномы это очень круто, но когда тебе хочется кушать, тебе не очень хочется редактировать геномы. Ну ладно, что касается этических барьеров. Ну, фактически это вот просто чувак пришел, сделал, фактически никого не спросив. то есть там была какая-то мутная история, что исходно он вроде бы сказал, что он получил разрешение, в Китае получить разрешение несложно. там чуть ли не пошел в больницу, главврач тебя подписал, вперед. Но потом спросили тех, кто по идее должен был выдавать разрешение, они такие, нет, это не мы, ничего не знаем, нас тут не было, ничего не слышали. То есть вообще спрашивал ли он кого-то, науки неизвестны. Ну, опять же, насколько это долго и как пойдет, сказать трудно, потому что, конечно, реакция общественности была, мне кажется, избыточно агрессивная, то, что он сделал. Либо мы будем просто жить с тем, что дело сделано, и у нас уже есть вот эти первые отредактированные дети, и у них, кстати, если у них все будет хорошо, то у них все хорошо, и это может как-то ускорить процесс. Потому что даже эксперименты на человеческих эмбрионах шли довольно туго. То есть сначала делали специально на триплоидных эмбрионах, то есть они, в принципе, не способны развиваться дальше определенной стадии, разрешали эксперименты только на них. Потом там тоже очередные китайцы пришли, сказали, мы вот сделали на обычных человеческих эмбрионах, вот смотрите, у нас получилось. Все такие челюсти падают, но что делать, китайцы сделали, но как-то приходится двигаться. То есть либо как-то примут это как данность и начнут двигаться дальше, либо, возможно, все как-то слишком перенервничают, и это может как-то наоборот отбросить этот процесс, и теперь каждый, кто заикнется о том, что он хочет отредактировать людей, его сразу будут зажигать. Ну, бывало по-разному. еще есть вопросы? Вот еще. Сейчас. У меня в такой немножко, наверное, продолжение к предыдущему вопросу. Есть такой биохакер, Зайнер. Может быть, слышали? Я мало знаю о людях. Да, ну, в общем, это человек, который делает себе инъекции ДНК, используя технологию CRISPR. Вот к вам, как к ученым, вопрос. Как вы думаете, сможет ли, ну, есть ли тут риск какой-то, что подобные действия могут породить волну каких-то ограничительных мер со стороны регуляторов? Государство начнет контролировать все подпольные лаборатории биохакеров. Это может быть у нас так не развито в силу нашей невысокой покупательской способности. А в Европе, в США огромное количество гаражных так называемых лабораторий, некоторые из них оборудованы очень хорошо. Что вы думаете по этому поводу? Насколько вот такая популяризация, когда человек себе колет CRISPR, какие-то вещи делает, потом выкладывает в сеть, насколько она хороша, либо это может вызвать какие-то проблемы и, наоборот, ограничить развитие этих технологий? Спасибо. Я предполагаю, как только наши депутаты услышат, что так можно, они первые это запретят, потому что у нас как-то не очень принято давать человеку право выбора, что делать со своим делом. На самом деле не очень представляю, что именно эти товарищи себе колют и что они хотят поменять. В принципе, на взрослом организме достаточно сложно что-то осмысленное сделать, то есть имеет смысл работать с зиготами, имеет смысл, вот как у меня была схема про подход с генозерапией, достать клетки, отредактировать, запихнуть обратно. Не знаю. В гараже? Не, ну смотря какой гараж, как бы себе что-то уколоть тоже, ну такое. Хотя, ну собрать саму конструкцию тоже. Ну, я к этому отношусь, ну, не знаю, я сильно сомневаюсь в том, что они делают что-то разумное и полезное, но вот лично мне кажется, что лучший способ как-то этому воспрепятствовать это предложить легальный и качественный продукт. То есть нормально редактировать людей. Грамотно и аккуратно. Настолько, насколько это возможно. Я надеюсь, мы к этому придем. Была такая история не очень давно, то что один человек, точнее, их даже несколько, вот именно редактирование генома на живом человеке. Одна связана с ребенком, у которого была болезнь, связанная с кожей, которая травмировалась при любом касании и в итоге его вылечили с помощью собственно этой данной технологии, если я не ошибаюсь. И он после этого смог нормально жить, играть в футбол, как и обычный ребенок и так далее. И другая была связана со взрослым уже мужчиной, которому около 40 лет, и он болел мусквисцидозом, если я не ошибаюсь. И тоже благодаря редактированию генома в живом человеке смогли его от этого, так сказать, избавить. Хотя, конечно, тот вред, который был нанесен организму за период его жизни, восстановить невозможно. Мой вопрос в том, что какие может быть известны другие случаи использования данной технологии на живом человеке, что условно возможно будет в будущем? Я могу, конечно, ошибаться, потому что я плохо помню все эти случаи. По-моему, по крайней мере с кожей это была история, все взяли кожу, поменяли, положили кожу обратно. Там еще, по-моему, эта история с пересадкой кожи в принципе была довольно увлекательная. Ну, да-да-да, то есть все по той же схеме. Но, насколько я знаю, пока таким подходом все ограничивается. То есть такое, чтобы не на клетках человека, а именно самого человека вкалывали, я, честно говоря, не слышал. А вот человек, который болел мусквисцидозом? Ну, я не помню этого случая. То есть, в принципе, реально ли использование данной технологии на человека, который жив? Ну, гипотетически, если мы найдем способ как-то нацелить, то, может быть, да. Но тут есть проблема, что в общем, не стопроцентная эффективность метода, то есть если мы достаем клетки и мы их потом редактируем, то у нас есть возможность отобрать нужные и положить уже нужные, с которыми все точно хорошо, и с ним нет никаких проблем. Вот. Это, наверное, главная причина, почему делают именно так. Если вот прямо на живом человеке там доставлять куда-то конкретно, то такого не будет, и там что-то отредактируется, что-то нет, где-то получится, не знаю, какая-то лапша из ДНК, вот такое. Да, я могу просто буквально два слова про муковисцидоз, кожу и так далее. Минут на 20? Нет, нет, не на 20. Если что, так как на предыдущий лекцию, давай. Ну, это часть моей следующей лекции про программирование на ДНК, я там не буду так подробно говорить про КАИСПР, но немножечко расскажу, как бы это один из методов. Тут суть в чем? Суть в том, да, прошу прощения, тут суть в том, что у нас есть поверхности, и именно с этими поверхностями возникла некая проблема. И, соответственно, когда мы нацеливаем что-то, например, ну, если мы говорим о муковисцидозе, обычно главная поверхность, с которой есть проблема, это внутренняя выстилка легких. Вот этот эпителий, который изнутри легкие выстилает. Суть муковисцидоза состоит в том, что эти легочные клетки выделяют очень много слизи, слишком много, чем может выводиться, как у нас обычно выводится, с кашлем, то, что мы даже не замечаем. То есть то, что человек постоянно сглатывает, он там половину сглатывает слюну, а вторую половину сглатывает слизь, которая выводится из легких. При муковисцидозе ее намного больше. И мы можем сделать что? Мы можем просто вычистить в какой-то момент эту слизь, собрать искусственный вирус, содержащий криспор, который починит легкие, и просто запшикнуть туда обычным ингалятором. И этот вот искусственный вирус, пропав в эти клетки, сломает там нужные гены или починит там нужные гены, и, соответственно, муковисцидоз в части клеток будет излечен. Чем больше клеток будет излечено, тем меньше будет выделяться слизи, даже если какая-то часть из них останется. Вопрос в другом. Вопрос, если нам надо все клетки поменять, с этим, конечно, будут намного больше проблемы. Поэтому очень легко сделать это на эмбрионах, когда человек — это одна клетка. Ее поменял, посмотрел, что все хорошо, и пустил дальше развитие. Две минуты. Еще проще, если у нас есть возможность, но если нам не обязательно это получить прямо в этом поколении, то есть на каких-нибудь мышках мы можем вполне работать с эмбрионом из нескольких клеток. И когда мышка вырастет, она будет наполовину отредактирована, наполовину нет, а у ее потомков будет шанс уже быть полностью отредактированными. Это еще проще и удобнее, но мышки. Еще давайте вопросы. Может быть, не по теме, может быть, у вас есть какой-то вопрос, который давно таился насчет геннов. Можете спросить, что такое геннов, лучше не надо. Давай. Можете рассказать, поскольку вы в теме, что в Москве, наверное, может, шире в России вообще делают с Криспером? Какие тематики есть и какие есть успехи, может быть, или поражения? Ну, вот у меня магистрская работа посвящена тому, чтобы как раз сделать замену одного нуклеотина на другой для того, чтобы создать модельную клеточную линию. Успехи, но у меня пока получается только в общем все сломать. То есть у меня огромная коллекция клеток, у которых сломан этот ген. Будем пробовать. Может быть, действительно, говорят, Никаза, хорошая идея. Может быть, сработает. Правда, вот мне же опять рассказывали, что коллеги из Новосибирска, которые тоже занимаются индуцированными плеврепатентными стволовыми клетками, они тоже делали что-то подобное, но там, по-моему, был другой ген, но не суть. В общем, они обработали там какое-то количество клеток, 600 из них проанализировали, нашли одну, где все получилось. Молодцы, трудолюбивые ребята. Так по российским работам, чтобы сделали что-то прям прекрасное и невероятное, я не знаю, ну как бы я за российскими работами прицельно не слежу. Это не то, чтобы особо осмысленно. Но я когда там, вот допустим, мне надо было подготовить предыдущую версию этой презентации, я захожу в поисковик статей, набираю там CRISPR и что-нибудь там, что конкретно меня интересует, не знаю, там какие-то модификации, еще что-то, вот, и мне выдаются статьи, любые отовсюду, ну, разумеется, увы, они все на английском языке, на эту тему я там могу посмотреть. С Sci-Hub? Ну, а потом Sci-Hub, куда мы без него. Я предпочитаю искать в Google Scholar, по моему опыту он не привязан к какой-то конкретной базе, то есть он ищет практически все. Он иногда даже русскоязычные статьи ищет, но какие-то очень странные, не знаю. Вот вопрос, ты упомянула про, собственно, клетки стволовые, и эта тема была безумно просто популярна, условно, там лет так 10 назад, или там даже 15 назад. Вот, есть ли какие-то исследования, собственно, на стволовых клетках, которые продвинулись, вот, условно, к 19-му году куда-то далеко вперед, или наоборот эта технология считается как бы уже чуть ли не архаичной? Сейчас не очень понимаю, о каких именно стволовых клетках речь. Были, ну, где-то вот как раз в этом временном промежутке разрабатывалась технология индуцированных полиэрпоземных стволовых клеток, то есть получение фактически стволовой клетки из обычной дифференцированной. Это то, чем очень любят заниматься в моей лаборатории и в некоторых других. Вот, и, ну, это отличная идея, она прекрасно работает, у нее есть масса перспектив, потому что мы не можем, например, вытащить у человека мозги, их там отредактировать и положить обратно, зато мы можем выковырять у него кусок кожи, как-то что-то с ним сделать, потом дифференцировать в мозги и, возможно, когда-нибудь запихнуть обратно. Так эта технология развита? Ну, вот, чтобы засунуть в мозги пока, насколько мне известно, нет, там есть определенные проблемы, но как бы над этим работают, учатся дифференцировать в разные типы клеток. Вот там была прекрасная история о том, как получались сперматозоиды из соматической клетки. А эмбриональные стволовые клетки перестали использовать или они еще где-то на периферии или наоборот в центре внимания? Ну, вообще мне попадалось, насколько я знаю, да. То есть происходят ли какие-то медицинские вот именно методики, допустим, лечения на основе данных технологий или, вот я говорю, имя только в лабораториях узкоспециализированные какие-то ученые занимаются? Ну, мне сейчас приходит в голову статья тоже прошлого года. Там из как раз эмбриональных стволовых клеток дифференцировали пигментные эпители сетчатки и, ну, в общем, засовывали его в глаза людям, у которых эти клетки погибали, там у них, я не помню, как это называется, заболевание, но, в общем, у них нет этих клеток в сетчатке, у них там до этого проблемы. Вот. Делали на живых пациентах, и вроде что-то получилось. Ну, то есть, видимо, работает. Спасибо. Сейчас все наблюдают за CRISPR-Cas системой, но есть же другие системы редактирования генома, например, там в основе, по-моему, трансфекции плазмид лежат какие-то исследования. Вот почему именно вот на CRISPR-Cas вот мы заострили внимание? Насколько стоит именно на этом концентрировать свое внимание, а не на каких-то других системах? Ну, трансфекция плазмид, это, кажется, было что-то немножко из другой оперы. Есть еще как минимум два других способа редактирования генома, это таллины и цинковые пальцы. Я честно скажу, я в них не разбиралась, поэтому как именно они работают, я рассказать толком не могу, но это тоже способ нацелить на какой-то конкретный участок ДНК произвольный, и тоже что-то отредактировать. С ними в основном проблема то, что они тупо сложнее, причем тот же таллинн в некоторых ситуациях может быть эффективнее. Я когда изучала, что бы мне поменять в моей методике, чтобы у меня все заработало, я находила статьи, где было показано, что таллинн в моем случае заработал бы лучше, но он сложный, он просто технически сложный. Здесь все очень просто, здесь надо собрать плазмиды, где будет ген КАС-9, ген вот этой РНК, там какие-то вспомогательные гены, и по сути все, и запихнуть эту плазмиду в клетку, это тоже просто. Скорее всего, именно поэтому, потому что какие-то сложные дорогие методики, но это всегда проблема, от них всегда хочется уйти, иногда даже ущерб эффективности. Вот есть даже еще более характерный пример, он про секвенирование, про чтение ДНК. Есть просто идеальный точно метод секвенирования ДНК, но вообще не дает ошибок. Но его никто никогда не использовал, потому что он очень долгий и очень медленный, буквально несколько нуклеодидов можно прочитать и все, а надо много. Поэтому есть те, которые проще, менее точные, но зато их можно использовать. Вот это так работает. Честно говоря, я не очень знаю, из чего складывается цена на это все, потому что если даже в принципе говорить о каких-то совершенно примитивных молекулярно-биологических услугах, в какую-нибудь лабораторию пойти, провести анализ, где они будут секвенировать какой-то ген и скажут, что у тебя как. Это строят дико дорого. Я смотрю на то, сколько у меня на это реактивы выходит, я не понимаю, за что столько денег. Поэтому вопрос ценообразования это не ко мне. Еще? У кого-нибудь созрел вопрос по теме или нет? Простите, я не вижу. Очень скромный вопрос. Я правильно понял, что вы сейчас не помните, кто проверял и проверял для этого китайца? Я просто не очень следил за скандалом, но там были новости, что вот там какие-то независимые кто-то там. Ну вот, есть человек, который всегда все помнит, я никогда ничего не помню. Да, я могу ответить по поводу китайца. Изначально китайец, он не просто выступил на Ютубе, ну вообще, конечно, да, выступить на Ютубе и сказать, что я все сделал, это очень интересный способ доставки научной информации, но он, конечно, в этом плане молодец, потому что в противном случае он пришел на конференцию какую-то, да, Ну потом, да, через два дня он еще пришел на конференцию и его там чуть ли не помидорами тухлыми закидали. Но интересно то, что он первым делом послал все свои данные в редакцию журнала Nature, причем именно первичные данные, все цифры, все результаты секвенирования и так далее. И они что сделали? Они подключили своих экспертов из MIT, из Массачусетского технологического университета. Он, хотя и технологический, но там очень мощный биологический кластер, и как бы Гарвард через дорогу, то есть это два университета, расположенных очень близко, они могут проверить. И они проверили, они просмотрели все секвенсы, они действительно подтвердили, что да, подчинили, они подчинили, в смысле сломали то, что надо. Вот, они подтвердили, что нету автаргетов, то есть они все это вот со всех сторон просмотрели, и когда он опубликовал вот это свое YouTube-видео, под ним первым делом там подписался Nature, что мы, короче, об этом всем знали еще там неделю назад, условно говоря, мы все просмотрели, все проверили, и да, действительно, мы можем подтвердить, что если те данные, которые он нам прислал, верны, значит, это действительно так. По-моему, там была новость, что какие-то местные китайцы пересеквенировали этих девочек еще раз. Да, да, это сейчас тоже произошло, причем сам китайцы их отсеквенировал дважды. Он их отсеквенировал сначала на момент, когда они только были там буквально пара-тройка клеток, то есть он поработал с одной клеткой, поменял то, что нужно, потом, когда их стало условно восемь этих клеток, он одну ущипнул, это нормальный процесс, то есть когда мы делаем эмбрионы в ходе ЭКО, там тоже всегда отщипывают, чтобы посмотреть, что все нормально. Вот он сделал то же самое и отсеквенировал эту клетку и убедился, что все хорошо. А потом, когда девочки родились, уже у младенцев, он тоже отобрал генетический материал, посмотрел, что еще раз, посмотрел, что все хорошо. Ну, в общем, по-видимому, у них действительно все хорошо. Нет. В развитии разговора просто данный сотрудник, он был сотрудником Шенчженского университета, получал деньги, нецелевым образом использовал грант и оповестил об этом американской общественности. Ну, за что сейчас будет расстрелян. Он сейчас под судом, сейчас будет скоро расстрел. Про расстрел я не слышала, но там новости, что его никто не видел с декабря, мелькают. Не знаю, что... Не, ну я недавно читала, что он вроде интервью давал. Правда, он так накрылся от всех. Ну, как бы... Но у меня другой вопрос, то есть вот по поводу как раз получается, что он взял одну клетку, ну как вот, грубо говоря, ну... То есть на каком этапе он редактировал клетки? То есть от родителей взял по одной клетке или одну клетку когда только появилась? Нет, он на этапе зиготы, то есть на этапе первой клетки нового человека. Ну, то есть он получается... Ну, то есть вот сразу после оплодотворения, вот примерно в этот момент. Понятно. Я думаю, что я в состоянии рассказать это даже... Собственно, да, то есть оплодотворение проводилось тоже инвитро. И вот я не помню прям досконального видео, но обычно действительно получают... Очень много клеток оплодотворяют, соответственно, каждую можно обработать, а потом выбрать из них те, у которых все хорошо и у которых прошло редактирование. именно вот редактирование происходит на этапе одной клетки, потому что надо, чтобы весь организм был этим захвачен впоследствии. А проверить можно, когда они уже чуть подрастут и будет больше. Ну, это логично. не скажу, сколько там было ровно клеток, но понятно, да. Вопрос вот не так давно тоже было достаточно, может, год или, может, чуть больше назад. История про условно ребенок а-ля от трех родителей, хотя там на самом деле типа 2,001. То есть вот про собственно метахондриальное редактирование или замену, я не знаю, как точно сказать. Вот это просто тогда было заменено метахондрией в клетках или это все-таки редактирование какое-то тогда было и, в принципе, возможно ли редактирование CRISPR-Cas доступно, например, для данного типа заболеваний, когда нужно отредактировать, допустим, неработающим метахондрией, чтобы родился здоровый ребенок. Ну, вот конкретно тот случай, там все было очень просто, насколько я помню, там взяли, соответственно, яйцеклетку со здоровыми метахондриями, вот этот самый третий родитель, и в нее пересадили ядра, соответственно, от двух основных родителей. В сами метахондрии, то есть именно ядра от метахондрии, а не сами метахондрии? ядра клеток. Метахондрии, вот они плавают в большой цитоплазме яйцеклетки, их там очень много, и каждую метахондрию просто, ну, их очень много, правда, с ними ничего не сделаешь, поэтому проще просто из яйцеклетки с плохими метахондриями забрать ядро и переложить в яйцеклетку с хорошими метахондриями, условно говоря. это не требует никакого другого редактирования, собственно, это все, что сделали. Что касается редактировать метахондрии, ну, во-первых, их очень много, проблема отчасти будет в этом, во-вторых, будет проблема с доставкой внутрь метахондрии вот этого всего и того, как это там будет работать. Можно, конечно, поискать, кто-то, может быть, придумывал, как затащить КАС-9 в метахондрии, но это нетривиальная задача. То есть я правильно понимаю, что главная проблема данной технологии, CRISPR-CAS, именно в транспортировке белков? Ну, смотря, какая задача. То есть в метахондрию просто, в принципе, просто так, ну... Это опять же разговор про редактирование на примере живого человека. То, что много клеток и доставить везде почти невозможно. Ну, это всегда так, обработать каждую клетку, если у нас их несколько триллионов, это проблема. В принципе, пусть это CRISPR или не CRISPR. И над решением данной... Это я к тому, что занимается ли кто-нибудь в науке решением данной проблемы, то есть условно, как сделать так, что вот, как вакцинация, делаешь укол, и действие идет на весь организм. Ну, вакцинация не требует воздействия на каждую клетку организма. Но обычно способы доставки крутятся вокруг вирусов, которые там можно тоже нацелить на строго определенный тип клеток и, соответственно, запихать в вирус то, что нам нужно, и тогда он доставит куда надо. Но там как бы свои тонкости, свои проблемы связаны с тем, что это вирус, либо он оказывается отчасти опасен, либо в него ничего не лезет, но это отдельная история. И тогда другой вопрос. Вот опять на примере истории с реакцией на действия китайского ученого, наверняка во всем мире достаточно большая реакция была в плане, ну, мол, как другие государства, как научные сообщества из других стран относятся к данной проблеме, вот именно редактирование генома человека, были ли пересмотрены условно там какие-то, ну, то есть, кто смотрит на это так, что это будущее технологии, мы этим тоже будем заниматься, а кто говорит то, что, или, в принципе, вот конкретно Россия интересует, есть ли такое отношение в России, либо здесь, мол, запретить, отказать и так далее. Не слышала, чтобы кто-то сделал какие-то послабления, на этой почве, потому что все очень, конечно, как-то возмущены по поводу того, что вот как-то так чувак взял, никого не спросил, что-то сделал, а мы же ничего не проверили, а ужас какой. Ну, то есть, что касается России, у нас эти генные и клеточные технологии, там какой-то закон им посвященный, буквально недавно вышел, то есть у нас много чего нельзя было до этого, какого же там людей редактировать, чтобы кто-то резко кинулся что-то запрещать, пока тоже не слышала, но я за законами не очень слежу, кто знает, но вроде новостей таких не проскакивало. Спасибо. Возник еще какой-нибудь вопрос? Ну, давайте какой-нибудь последний на остатки моего голоса. Да, да. Вот у нас есть молодой человек, избранный, он будет последним. Спасибо большое за лекцию еще раз. У меня такой вопрос за калерки обыденные. Сколько дней и ночей у вас ушло на изучение вот этой огромной системы страшной, которую вы нам показали сегодня в лице? Тут трудно сказать. Если что, это третья версия этой лекции, потому что первая версия была для семинара на кафедре. Там, соответственно, она была без объяснения, что такое ДНК. Вторая версия, она была для студентов-первокурсников, она была еще чуть попроще, теперь она совсем проще. К первой версии по-нормальному, наверное, суток трое, но почти не отвлекаясь. Сон был? Еда? Ну так. Самые необходимые, да? Ну, да. Нет, у нас роман решил еще. Что-что? Человек, наверное, 30, и, наверное, больше половины из них – это студенты. У нас очень молодая лаборатория. Это институт физико-химической медицины, и у нас лаборатория глядочной биологии. Вам конкретных людей или направление было интересно? институт. 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 нет, это именно отдельный институт. что-то такое. У него есть совершенно потрясающее название из, наверное, букв 20. Оно, возможно, есть где-нибудь в анонсе и на листочке. Я не могу выучить, простите. Это очень длинный аббревиатур. Я просто прихожу и каплю. Мы не будем называть это абракадабра. Но это всегда помимо государственного финансирования, которое, насколько у меня, присутствует. В основном это всегда гранты, которые разных источников могут быть. Но гранты российские? Да. А это очень важный для вас вопрос? Нет. 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 Насколько мне известны российские. Ну, бывают, да.